Исполнение регионального бюджета Информацию об исполнении бюджета представила заместитель губернатора округа, руководитель Департамента финансов и экономики округа Татьяна Лагвиненко. Экспертно-правовое управление окружного собрания и счетная палата НАУ отметили низкий уровень исполнения отдельных государственных программ и программных мероприятий. Депутат Наталья Кордакова затронула вопрос о строительстве жилья на селе. Также депутат отметила необходимость проработки вопроса о 5-процентной ипотеке для жителей сельских населенных пунктов. В целом, по мнению депутатов, при исполнении бюджета необходимо направить усилия на оптимизацию бюджетных расходов путем обеспечения их эффективного и рационального использования и на минимизацию дефицита окружного бюджета. Исполнение бюджета города в 2015 году депутаты Горсовета на сессии Горсовета заслушали отчет об исполнении казны Наринмара. Кроме того, на сессию должны были вынести вопросы об оптимизации расходов, связанных с оплатой труда лиц, замещающих выбранные должности местного самоуправления и об оплате труда муниципальных служащих. Но на прецессионном комитете их сняли с рассмотрения. Доходы городского бюджета в 2015 году сформировались за счет НДФЛ, налогов на доход, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, платежей при пользовании природными ресурсами и прочих налоговых и неналоговых доходов. Три четверти доходов городской казны, это чуть более 2 миллиардов, составляют безвозмездное поступление из бюджетов других уровней. Предлагаем утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2015 год по доходам в сумме 2 миллиарда 561 миллион 620 тысяч рублей, по расходам в сумме 2 миллиарда 686 миллионов 620 тысяч 600 рублей и дефицит в сумме 125 миллионов 600 рублей. Стоит отметить, что городской бюджет 2016 по доходам по сравнению с прошлым годом сократится более чем в три раза. Кратное снижение параметров бюджета связано в первую очередь с передачей с муниципального уровня на уровень Ненецкого округа полномочий в сфере образования. Но и новые экономические условия также влияют на наполнение городского бюджета. На этой волне группа депутатов Горсовета выдвинула предложение о снижении заработной платы на 10% выборным должностным лицам города. Речь идет о главе Наринмара и председателе Горсовета, а также муниципальным служащим. Инициаторы предполагают, что сэкономленное средство можно будет направить на благоустройство города на озеленение или социальные выплаты. Ведь мы делаем сегодня общее дело, и это наши общие проблемы. И когда происходит повсеместное сокращение доходов граждан, сокращены зарплаты государственных чиновников, работников государственных учреждений, я думаю, что администрация города обязана пойти на эти же меры. И тогда, я думаю, наши избранники будут больше доверять, наши избиратели будут больше доверять своим избранникам. У меня принципиальная позиция всегда была, говорящая о том, что, конечно, расходы на содержание управленческого аппарата в округе слишком велики. И я считаю, что эту проблему надо решать в комплексе. В том числе и содержание органов управления округа, и органов управления города. Я знаю, что в городе сейчас происходит процесс оптимизации. Процесс идет непросто. Но я думаю, что депутаты городского совета и руководство города примут взвешенное грамотное решение с учетом всех обстоятельств, возможностей городского бюджета, соотношение уровня оплаты труда управленцев округа и города. Все доводы за и против законопроекта обсудили накануне на предсессионном комитете. Часть депутатов настаивают на доработке документа о снижении заработной платы выбранным лицам и муниципальным служащим. Возникает такой вопрос именно по сокращению содержания муниципальных служащих как таковых. Их в настоящий момент в городской администрации всего, я точно цифру не назову, 58, в общем, 50 – это муниципалов. Вот, муниципалов как таковых. И таким образом сокращение по ним даст ли такую экономию на 10% их содержания, сразу возникает вопрос, уложимся ли мы тогда в норматив. И самый главный вопрос, который есть, по каким критериям округ задал вот этот норматив городу, каких-то ясных объяснений городская администрация и городской совет так и не получил до сих пор. Мы бы хотели точно узнать критериями, по которым нас ставят в эти рамки и предлагают в них укладываться. И мы бы хотели их пересмотреть. Если мы сильно ужмем содержание городской администрации, оттуда уйдут самые опытные и работоспособные кадры, что может привести к тому, что горожане окажутся в крайне неприятном положении, ввиду того, что мэрия будет работать менее качественно. Я считаю, что в подобном направлении надо работать, но воплотить его в жизнь достаточно просто. По словам одного из разработчиков проекта Ольги Питуниной, никаких нарушений законодательства при разработке документа допущено не было. Вопросы о снижении заработной платы выбранным лицам и муниципальным служащим сняли с сессии, ввиду того, что в рассмотрении серьезных вопросов участвовали не все городские депутаты. Решение о сокращении должно приниматься коллегиально и будет принято на июньской сессии, подчеркнула депутат Горсовета. Ирина Цепитова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сегодня в центральной части округа стартует сезон весенней охоты. Департаментом природных ресурсов и экологии АПК Нинецкого округа выдано более 1700 разрешений на весеннюю охоту. В Нинецком округе сохраняется прирост поголовья коров. Среди тех субъектов, где отмечен прирост поголовья – Республика Ингушетия и Брянская область. Эти данные содержатся в отчете, подготовленном Национальным союзом производителей молока. В Нинецком округе показатель увеличился на 8,3%. В абсолютных цифрах численность поголовья превысила 700 коров. По данным Департамента природных ресурсов и АПК Нинецкого округа, в первом квартале валовое производство молока увеличилось на 284 центнера, или на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца сельхозпредприятия надоели всего чуть более 7200 центнеров молока. В прошлом году за этот же период – 6842 центнера. Рост валового производства молока в российских субъектах специалисты связывают с увеличением поголовья коров. В Нинецком округе одним из определяющих факторов развития молочного животноводства является государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей. Сегодня животноводы получают окружную субсидию из расчета на 1 килограмм реализованного либо отгруженного молока на собственную переработку – 97 рублей. На этот год в окружном бюджете на субсидию молочникам заложены средства почти 311 миллионов рублей. На Колгуеве родилось 70 оленят – это около половины от ожидаемого приплода. Сейчас островное стадо состоит почти из 150 важенок, большая часть которых были стельными по итогам осеннего гона. Всего, по предварительным данным, в хозяйствах округа родилось более 30 тысяч телят. Ожидаемый прирост общего стада оленей к завершению отела, по оценкам специалистов, может составить до 70 тысяч голов. Как пояснили специалисты Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса округа, точные данные будут известны после просчета оленей, которые хозяйство производит в июне. Первый теленок в 2016 году родился в ночь с 31 марта на 1 апреля в бригаде СПК «Индига». А стартовала отельная кампания в этом году, 26 апреля, с рождения первого олененка на острове Колгуев, где в течение нескольких зим наблюдался массовый падеж оленей. Более раннему отелу способствовали благоприятные погодные условия. Сегодня в центральной части округа стартует сезон весенней охоты. Он продлится до 29 мая. В восточной части округа охота будет разрешена с 27 мая по 5 июня. На сегодняшний день Департаментом природных ресурсов, экологии и АПК Нинецкого округа выдано 1700 разрешений на весеннюю охоту. В течение всего периода охоты действуют ограничения по объему добычи пернатой дичи на одного охотника. Гусь-казарка 20 штук, столько же селезень. Охотники обязаны иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу, выданное в установленном порядке. За охоту без разрешения на добычу охотничьих ресурсов граждане могут быть привлечены к административной ответственности, а незаконно добытные охотничьи ресурсы будут изъяты. Выездные рейды регулярно проводятся сотрудниками Департамента и Центра природопользования и охраны окружающей среды. На прошлой неделе сотрудники учреждения по итогам очередного надзорного мероприятия на центральном участке общедоступных охотничьих угодий изъяли 4 гладкоствольных охотничьих ружья и 64 патрона к ним. Наринмар присоединился к акции «Ночь музеев». Культурная бессонница прошла в Краевическом и Пустозерском музеях. Учимся жить вертикально. В рамках этого проекта в Наринмаре пройдет фестиваль по скалолазанию с презентацией адаптивного скалолазания. В нем примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья. В рамках фестиваля пройдет презентация адаптивного скалолазания для детей, подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, а также инвалидов. Ее проведет двукратный чемпион России по адаптивному скалолазанию Михаил Сапаров. У каждого желающего будет возможность попробовать свои силы, преодолеть свои страхи, окунуться в мир новых незабываемых ощущений. Наша основная задача заключается в том, чтобы показать доступный и эффективный способ реабилитации, социализации данной категории людей и поддержать их. То есть не только морально, но и физически, потому что очень важный аспект в маленьком городе. Здесь, получается, основная идея в том, что двигаясь, поднимаясь вверх, то есть они преодолевают какое-то препятствие, и у них возникает такое желание достичь чего-то большего. Скалодром появился в окружной столице в октябре 2015 года. На сегодняшний день в секциях занимаются как дети, так и взрослые. Наринмар присоединился к акции «Ночь в музее». Сегодня хранилища истории будут работать в ночном режиме. Тема «Бессонница-2016» музей объединяет и посвящена на Году единства в Ненинском округе и Году российского кино. На 18 часов в свои двери распахнули Ненинский краеведческий и Пустоозерский музеи. Там работала наш корреспондент Валентина Чибичеке. Ей слово. Мы находимся на одной из площадок масштабной всероссийской акции в Пустоозерском музее-заповеднике. Культурная бессонная ночь музейная начинается в 18 часов, и мы можем видеть, как люди уже подходят. Здесь подошли школьники, подходили семьи с детьми. В этом году программа «Ночи музеев» очень насыщенная и рассчитана прямо до полуночи. Она будет проходить как на улице, во дворе зданий, во дворе музея, так и внутри помещения. В программе в этом году аж 25 различных мероприятий. Специально к этому празднику гости придумали специальный лозунг. Он звучит так «Пустоозерск зовет быть первым». Этот лозунг не случайный, поскольку Пустоозерск – первый город в Арктике, в Заполярье, благодаря которому началось освоение Крайнего Севера и добыча полезных ископаемых. Вот сейчас буквально с минуты на минуту начнется, стартует автобусная экспедиция. Не автобусная, а велоэкспедиция. Автобусная уже прошла. И о том, какие впечатления у участников и у организаторов, мы узнаем у директора Пустоозерского музея-заповедника Ольги Елены Геннадьевны Меньшаковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас замечательный день. Сегодня мы всех приглашаем на международную акцию поучаствовать в ней. Называется она «Ночь музеев». Проходит уже не в первый раз. Пустоозерский музей всегда является активным ее участником. Мы приглашаем посетить все наши мероприятия. Они начинаются буквально вот. Официальное начало будет вот-вот-вот сейчас. Действительно насыщенная программа. Действительно впервые мы очень многое пробуем в этом году. Впервые мы пробуем велосипедные экскурсии. Впервые мы пользуем головные микрофоны. Впервые мы сегодня будем показывать на широком экране на улице фильмы о Пустоозерске. Будет показ шоу онлайн, песочного шоу. Будут интересные мастер-классы. Можно будет сфотографироваться в исторических костюмах, пострелять из лука, поучаствовать в сельском многоборье, поиграть в детские народные игры. Забав множество. Мы вас приглашаем всех на Пустоозерскую ярмарку в наш музейный городок. Приходите, пожалуйста, приобщайтесь к музеям. Очень рады вас видеть. Елена Геннадьевна, не боитесь, что сегодня погода, такое пасмурное небо, вот те мероприятия, которые на улице проходят, они состоятся? Ну, вы знаете, мы готовы были ко всему. В прошлом году, конечно, не имея таких больших экспозиционных площадей, как Рыведческий музей, мы все время ютимся в наших маленьких комнатках. Это всегда плохо, поэтому мы ходим на улицу. Да, боимся, да, может быть дождь, да, это может отпугнуть наших посетителей. Хотя вот участники квеста сейчас только что вернулись, одна из групп, со своего похода по поиску мест Пустоозерска в Наринмаре. Да, мы боимся, но тем не менее шоу кусочное и показ фильмов мы все равно будем показывать. Все равно те мероприятия, которые запланированы, состоятся, я имею в виду то, что запланировано в самом музее. Но мы надеемся, что нам все будет благоволеть. И сегодня в кои веки тепло в Наринмаре, 18 градусов, самый теплый день. Мы надеемся, что все-таки все будет хорошо и все сложится. Спасибо. И вот перед самым отъездом расскажите немножко об этой велосипедной экскурсии. Где будете ездить, кто будет ездить на велосипедах? Вы знаете, мы даже не ожидали, что настолько востребован будет этот вид экскурсионных, вот экскурсионные. Дело в том, что как-то приобрели велосипеды, да, но всегда с организацией какой-то экскурсии связаны определенные проблемы. У нас нет в городе выделенных велосипедных дорожек, это минус. Есть определенные проблемы с объектами показа. Но мы поедем искать в Наринмаре следы Пустозерска. Точно так же, как мы ездили с автобусной экскурсией, но по велосипедному маршруту. Я думаю, что если сегодня этот опыт будет удачным, а я очень надеюсь на то, что это сложится все, и мы получим положительные отклики, мы ведем это в практику. И предварительная раздача билетов показала, что это крайне востребовано. У нас буквально в начале этой недели уже все билеты были разданы на обе экскурсии. И сегодня, и вчера, и позавчера люди звонили, вот мы со своими велосипедами готовы присоединиться, возьмете ли вы. Мы пока ограничиваем, потому что количество головных микрофонов мы хотим опробовать и сделать так, чтобы это было хорошо. И группа больше 10 человек, все-таки это не очень удобная группа для экскурсии. А они как будут перемещаться по дороге, это небезопасно или по тротуарам? Мы соблюдаем правила дорожного движения, мы в соответствии со всеми требованиями движемся в один ряд, по правой стороне. Если мы переходим на пешеходные дорожки, значит мы движемся не мешая движению пешеходов, спешиваемся, если мы переходим вместе с велосипедом через пешеходный переход. Но мы стараемся выбирать такой маршрут, чтобы никому не мешать и минимальный выезд на проезжую часть. То есть безопасность наших экскурсантов, она прежде всего, да, это пока еще вот в отработке. Но мы надеемся, что это все будет хорошо. Спасибо, Елена Геннадьевна, желаем вам хорошей, интересной и насыщенной экскурсии. Мы находимся в Краеведческом музее. Программа «Ночи музеев» также очень насыщенная. Сегодня мероприятия будут проходить на всех трех этажах, и поэтому каждый человек найдет для себя что-то интересное. О том, кто и как готовил программу, нам расскажет директор Краеведческого музея Иван Васильевич Хозяинов. Иван Васильевич, здравствуйте, с праздником вас. Расскажите, как у вас готовилась ночь в музее, все-таки мероприятие очень масштабное. Да, действительно, это мероприятие масштабное, и на сегодняшний день оно вошло в традицию уже в празднике города Наринмара. Наринмарцам оно, в принципе, понравилось изначально, когда Нинский Краеведческий музей присоединился к этой всемирной акции. В общем, акция эта приурочена к Международному дню музеев, который празднуется еще с 1977 года. Поэтому на следующий год у этого праздника юбилей, небольшой, но юбилей. В этом году темой этой акции мы обозначили два момента. Это год российского кино, провозглашенный президентом Российской Федерации в 2016 год, и год народного единства, провозглашенный губернатором Министского автономного округа. И, соответственно, все площадки, интерактивные занятия, они отвечают этой теме двум этим направлениям. Здесь, в фойе, прямо мы создаем коллективный рисунок, скажем так, возьмемся за руки друзья, для того, чтобы люди поняли, что они все разные по национальностям, но, тем не менее, равны в своих правах, условиях проживания, проживая на одной территории. Округ, регион наш, немногочисленный, но, тем не менее, по национальностям, по количеству национальностей он бьет определенные рекорды. Вот. И у нас здесь задействованы на всех трех этажах площадки, специально подготовленные. Люди, приходящие, получают своеобразный маршрутный лист, по которому они продвигаются по всей площади, по всей территории музея. Сейчас вот прошло 15 минут буквально, и мы видим, что большинство детей присутствует, да? Наверное, здесь что-то интересное для детей, раз они идут даже без родителей. Да, тут возможность есть порисовать, посмотреть, без родителей, поиграть, да, вот на первом этаже это игры. После девяти ожидаем наплыв молодых людей. Сегодня пятница, завтра выходной, поэтому в пользу случаем еще раз приглашаю всех в музей. Большое спасибо. Иван Васильевич, а вот что посетитель и гость музея может сегодня увидеть необычного, что он не увидит в обычный будний день? Вот что сегодня эксклюзивное может предложить музей? У нас будет несколько сюрпризов. Ну, в принципе, каждая площадка рассказывает о чем-то, она не просто игровая, она, разумеется, познавательная. Ну и сегодня у нас есть такое интерактивное занятие, как перематывание кинопленок. Поэтому, вот, курс юного киномеханика на старом проекторе Украина. И со старыми пленками? Со старыми пленками, да.